Каждый работник в этом году должен решить, какой будет его трудовая книжка. По старинке бумажная или модная электронная? Теперь в отделах кадров по всему городу специалисты осваивают эпистолярный жанр. 30 июня 2020 года работодатель должен письменно уведомить каждого работника о том, что работник имеет право выбрать, в каком виде хранить сведения о своей трудовой деятельности. Если работник выберет бумажный вариант, то работодатель вместе с цифровым документом продолжит, как и раньше, заполнять его трудовую книжку от руки, а при увольнении выдаст документ. Электронная трудовая, уверены, и кадровики в пенсионном фонде гораздо технологичнее и удобнее. Можно не беспокоиться, что трудовую книжку тебе задержат, не выдадут, потеряешь, испортится. Стаж все равно есть. В последующем, при назначении пенсии, то есть не надо будет собирать, подтверждать, уточнять свой стаж у прежних работодателей, потому что вся информация будет в пенсионном фонде. И после 2020 года работники смогут перейти на электронную трудовую, говорят специалисты. Достаточно письменного заявления. Предоставлять сведения о своем стаже в банк или визовый центр с электронной трудовой книжкой тоже будет легче. По закону любой работник сможет узнать сведения о своем стаже у работодателя по последнему месту работы в МФЦ, а также в интернете на портале госуслуг или если придет в отделение пенсионного фонда России. Недавно в стране отмечали 100-летний юбилей трудовой книжки. Тогда, после революции, многие пролетарии приняли нововведение в штыки. В Музее политической истории сохранился документ-резолюция, которая долгие годы была под грифом «Секретно». В ней петроградские рабочие заявляли, вводя трудовые книжки, советская власть возвращается к крепостническим порядкам. Большевики фактически прикрепляют рабочих к одному заводу, превращают рабочих в рабов. И рабочие не имеют права по собственной воле поменять завод, поменять предприятие, и вообще уйти из города в деревню для того, чтобы там добыть продовольствие. Одно время по трудовым книжкам получали талоны на продукты. Такие документы даже заменяли паспорта. Но совсем недолго. В 20-е годы 20-го века во время НЭПа трудовые книжки отменили. Однако уже в 1939-м их ввели вновь. После Великой Отечественной войны в документах появились новые графы, например, о наградах. Взглянув мельком на трудовую, опытный кадровик мог мгновенно оценить благонадежность соискателя на вакантную должность. Документ, как повесть о трудовой жизни рабочего человека. Носили и устные благодарности, и материальные поощрения. Даже вот премия за хороший труд в размере 10 рублей тоже здесь указывалась. Или, например, человека отправили в колхоз. Тогда заводы помогали колхозам и совхозам. И опять-таки здесь за хорошую работу в колхозе, в заводском отделе кадров, тоже вносили. Любопытно, но в 21 веке грамоты, дипломы и премии в электронную трудовую книжку заносить не будут. Основная информация – стаж, в каких организациях человек работал, должностные обязанности, сведения об увольнениях. Орденоносцам волноваться не нужно, говорят в Менсионном фонде. Все положенные льготы сохранятся, даже если сведений о наградах в трудовой книжке нет. Сама запись трудовой книжки не является основанием для предоставления льготы по этой награде. То есть важна сама награда и документы, подтверждающие эту награду. Какая книжка в итоге победит в нашем регионе? Технологичная цифровая или вековая бумажная решится в конце 2020 года. Свой выбор должны сделать более 6 миллионов работников из Петербурга и Ленинградской области. Владимир Орехов, Александр Лагунин, Михаил Юдин и Роман Великосельский. Вести. Петербург.